Черные туфли. Я их люблю, но они недостаточно универсальны. Из-за своего цвета и стиля они относятся к формальному стилю. А в сегодняшнем видео я поделюсь с вами 10 вещами, которые можно одеть в любой ситуации, так как они универсальны. Первым делом у нас будет легкий свитер с воротником. Такой одет на мне прямо сейчас. Что мне нравится в этих свитерах, это то, что они такие вот легкие. Их можно без проблем надеть с другими вещами. Я могу надеть их под пиджак, но также я могу спокойно снять пиджак и остаться только в этом свитере. Цвет. Я знаю, что вы, ребята, любите использовать разные цвета. Но посмотрите на этот серый свитер. Он отлично подойдет для комбинации с другими вещами. А сам воротник в форме В привлекает внимание к вашей верхней части. С ним вы подчеркиваете ваше лицо и глаза. Дальше идет темная джинса. Ее можно надевать когда угодно. С футболкой, с пиджаком. Лично я могу надеть их даже с этим свитером, о котором мы только что говорили. Друзья, джинсы это невероятно универсальная вещь. Но подчеркну, что это джинсы темно-синий индиго. Но чтобы не накосячить, убедитесь, что они на вас по размеру. Следующие три предмета это все обувь. Давайте посмотрим на ту обувь, которую можно надевать в различных ситуациях, как формальных, так и в кэжуал. Первыми у нас будут ботинки. Я люблю ботинки за простой и элегантный дизайн. Темно-коричневый будет хорошо сочетаться практически со всем в вашем гардеробе. Я могу надеть их с джинсами, или если надо понаряднее, они пойдут и с пиджаком. Все, что вы видите сейчас, будет отлично сочетаться вместе. Ботинки это хорошо. Но что если я хочу выглядеть чуть понаряднее? Я воспользуюсь брогами. Броги это туфли, которые будут менее формальными, чем те Оксфорды, которые я вам показывал в начале видео. Они могут играть с образом, когда надо быть более нарядными, или наоборот выглядеть повседневно. Вот эти туфли я могу смело надеть синим бизнес-костюмом, или даже серым костюмом. Также они хорошо будут смотреться и с джинсами, но по мне так они куда лучше смотрятся с брюками, серой фланелькой. Если же я хочу выглядеть более casual, следующий стиль обуви это лоуферы. Те, что у меня в руке, это пенни-лоуферы. В них удобно путешествовать. Ты можешь их быстро надеть и снять, когда проходишь контроль в аэропорту, но их также можно надеть с кэжуал-костюмом, или даже с джинсами. Их можно надеть и с шортами на короткий носок. Это вполне годная комбинация. Далее у нас идут простые и элегантные металлические часы. Они могут быть из стали или золота, белого золота, из серебра, может из платины. В конце концов, они выглядят просто, и у них металлический браслет. Представляю, сейчас многие из вас скажут, Антонио, это не костюмные часы. Они должны быть на кожаном ремешке, если у них простенький циферблат. Я соглашусь, но это современная классика. И такие часы могут быть уместны в любой ситуации. В них я могу пойти как в бассейн, так и на бизнес-встречу. Давайте посмотрим, какие универсальные очки мужчина может себе позволить. Классические авиаторы. Когда я говорю классические авиаторы, то имею в виду не зеркальные линзы, серебряная или золотая оправа. Если вам нравится зеркальная поверхность, я не скажу, что это плохо. Просто они будут привлекать больше внимания к лицу, и мне кажется, они менее универсальны, но они хороши. Вот чего стоит избегать, так это спортивных очков. Они хороши для велопрогулки или пробежки, но точно не для casual мероприятия. Кстати, это проблема со многими очками. Возьмем обыкновенный вейфарер. Они не очень хорошо сочетаются с костюмом. Если вы рок-звезда, то, конечно, можете их носить без вопросов. Но такие очки просто кричат, привлекая к себе внимание. Давайте поговорим о простой белой рубашке. Разница между простой белой рубашкой и нарядной костюмной рубашкой очень мала. Вот эта белая рубашка из ткани с широким плетением может хорошо смотреться и с костюмом. Или же я могу закатать рукава и надеть ее с шортами. Из-за чего рубашка может быть менее универсальной? Пуговицы на воротнике. Такая рубашка по определению становится casual. Ее уже не наденешь на формальное мероприятие. Если у вас есть белая рубашка, но у нее есть и палеты или двойные карманы на груди, она из льна, то это будет casual рубашка. Хорошо иметь такую рубашку в гардеробе, но она не будет универсальной. У этой рубашки идет диагональное плетение. Она нарядная и, если заметите, то у нее французские манжеты. Такие детали делают ее очень формальной. Такую рубашку не станешь носить каждый день. Давайте поговорим об универсальности синих костюмов. Лично синие – это мое личное предпочтение. Они отлично себя демонстрируют с большинством вещей в мужском гардеробе. Некоторые из вас предпочтут серый. Цельный или смешанный означает, что есть небольшой паттерн, но на расстоянии выглядит как одноцветный. Пожалуй, одни из самых недооцененных вещей в мужском гардеробе, когда речь идет об универсальности. Да, мы все знаем, как надеть такой костюм для формального случая. Надень к нему белую рубашку, красный галстук и черные Оксфорты. Но как носить эти костюмы более кэжуал? Первое, чего не делают некоторые ребята – это не разделяют костюм. Конечно, если это ваш единственный костюм, не стоит так делать. Но если у вас несколько костюмов, то попробуйте. Я так делаю довольно часто и ношу этот пиджак отдельно как спортивный пиджак. Особенно если на нем есть вот такие яркие пуговицы. Такие пуговицы делают пиджак более кэжуал. У них есть паттерн и пиджак выглядит самодостаточно. Запомните, брюки и пиджак надо отправлять в чистку вместе. Если говорить об универсальности, когда одеваетесь менее нарядно, то надевая пиджак, можете добавить к нему рубашку, которую бы вы никогда не надели с галстуком. Это может быть рубашка с забавным рисунком или цветастая. Также вы можете сменить и обувь, попробовать светлые лоуферы или пенни лоуферы, которые я уже показывал. Таким образом, друзья, вы сможете получить больше удовольствия от костюма. Давайте перейдем от костюмов дальше и поговорим о самом универсальном цвете, когда речь идет о спортивном пиджаке. Думаю, многие могут подумать, что это синий, но я считаю, что это коричневый. Когда я имею в виду коричневый, я не говорю только о темных оттенках. Я говорю о всей палитре. В нее входят и светлые, и золотые, и различные паттерны. Конечно, можно выглядеть нарядно. Я надеваю пару вот таких вот брюк из легкой шерсти с вязаным галстуком и светлой рубашкой. Сюда еще добавить броги, которые я показывал раньше. Если же я не хочу выглядеть слишком нарядно, то могу просто надеть пиджак с джинсами и более яркой рубашкой, с которой не наденешь галстук. Сейчас обсудим универсальные предметы верхней одежды. У меня тут три предмета. Обратите внимание на цвет. Ничего не будет привлекать к себе много внимания. Это будет хорошо смотреться практически совсем в вашем гардеробе. У нас есть темно-серый здесь, светло-серый и посередине темно-синий. Все это классический дизайн. И в зависимости, в какой части света вы находитесь, следует выбирать такой дизайн, который бы соответствовал вашим потребностям. Если вы живете в большом городе, тогда вам подойдет пальто. Такое классическое пальто можно надевать со многими casual вещами. Ну или можно надеть бушлат. Он будет более casual, чем классическое пальто. И он является частью военного наследия. Думаю, он отлично подойдет для молодых. Бушлат сам по себе не очень длинный, так что если вы парень пониже, то это будет хорошо выглядеть. А если вы парень повыше, то подберите себе бушлат по размеру. Хорошо. У нас остался классический дождевик. Так что если вы в Сиэтле, в зоне, где постоянно идут дожди, такая легкая куртка самое то. Так как под нее можно надеть несколько слоев одежды. Я могу надеть ее прямо на то, что на мне сейчас. Но убедитесь, что вещь, которую вы надеваете, лучшим образом подходит для среды, в которой вы находитесь. Я знаю, что к этому списку можно добавить серые фланелевые брюки, белые кеды. Но я хочу услышать от вас, друзья. Пишите в комментариях, что я упустил. Субтитры сделал DimaTorzok